Совет Федерации рассматривает новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Сенаторы предлагают штрафовать людей за распространение борщевика и амброзии на дачных и приусадебных участках. Почему идея Совета Федерации может сохранить здоровье граждан, расскажем далее. Вот такая трава под названием Борщевик Сосновского в Тверской области встречается часто, почти во всех районах региона. Растет она вдоль дорог, на окраинах деревень, на берегах озер, вытесняя всю традиционную флору. Растение словно какого-то инопланетного происхождения выделяется видом зонтиков и огромным размером до 5-6 метров в высоту. Люди уже привыкли к тому, что это сорняк и стараются побыстрее избавиться от него на своем участке. Обычно люди борются с борщевиком своими силами, не зная определенной информации, его срезают, измазываются этим соком. А этот сок содержит определенные вещества, которые усиливают воздействие ультрафиолетовых лучей. В итоге мы получаем ожоги, типа дерматит, ожоги до второй степени тяжести. Если вы заведели такую рощу, не подходите к ней близко, не надев плотную одежду, которая полностью скроет ваше тело. Зонтики, стволы и листья выделяют особо ядовитые вещества, которые могут убить человека. Ожог может образоваться даже после контакта с растением через одежду. Чтобы понимать, как лечить ожоги от борщевика, необходимо знать, как они возникают. Сам по себе сок не оказывает раздражающего воздействия, однако попадание солнечных лучей на кожу в месте, где был сок, приводит к развитию ожога первой или второй степени. В первую очередь не должно быть попадание сока борщевика на кожу человека, даже на одежду. Если попал сок борщевика на кожу, он вызывает такую реакцию, что при падании солнечных лучей вызывает ожоги. То есть опасен не сам сок, а контакт с солнцем. Если на участке появился борщевик, избавляться от него надо быстро, пока он не распространился дальше. Ведь зачастую именно обжитые территории являются источником распространения семян растения. Именно поэтому идея Совета Федерации не кажется такой уж бессмысленной. Борьбу против ядовитого сорняка должен ввести каждый собственник земельного участка. А штрафы, которые планируют ввести для тех, кто его не вырубает, могут помочь активизироваться в общем деле. Должностных лиц за игнорирование мер по борьбе с борщевиком предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей на 7-12 тысяч, юридических лиц на 20-30 тысяч, а обычных собственников, на чьей территории появится борщевик, на 2-3 тысячи рублей.